Девушки отдыхают 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 они думают что они смогут жить хорошо и поэтому они не представляют настолько страшно думать иначе от мужа когда мы веру в иисуса христа принимаем иисуса есть один факт который очень важный ярум урина сумме к цену к цене тауна пиэдэ аньягер однажды я в библии чел о крови когда пиэдэ гонгуро учатся бюро намутан и тогда я изучаю кровь я обратился в больницу я целом и не пиэта и больше на нынды и сначала нужно определить группу крови и я учился как определяет группу крови и потом от придет число гемоглобина я пиэта его джональдэ джональдэ для того чтобы определить группу крови используют одно лекарство анти-а и анти-пи-раняк 2-гей агуро жиго пиэта его лечение да использует анти-эй и анти-бит для того чтобы определить группу крови или панель анти-эй агуро анти-пи-хана сихом пауси ягод 3 да на стекло кладут каплю анти-эй и анти-бит на пирал радио анти-эй агусты и берут кровь или размешиваться анти-эй и потом размешиваться анти-бит когда что происходит с кровью анти-эй агуро пиаусы кумен если размешать с анти-эй они например смешанной но проходит минута пиа халатики кровь начинает разделяться анти-эй агуро пиа вот анти-эй и кровь разделяются тогда можем увидеть что точно разделились лекарства отдельно и кровь отдельно это значит это крупа кровь группа а первых второй круг а если разделяться анти-эй анти-бит 4 группа крови анти-эй агуро пиа а из я например разделяться и и бит а если например анти-бит разделятся за антене тогда это третья группа крови. А если оба разделятся, тогда это четвертая группа крови. А если оба не разделятся, это значит первая группа крови. В тот день, когда я изучал о крови, это было очень удивительно. Хотя кажется, одинаковая кровь. Мы размешиваемся с Anti-A, а то первая группа крови разделится, вторую размешиваем, снова разделится. Ещё раз размешиваем. Снова разделяется. Ещё раз размешиваем. Пока кровь не высохнет, она будет разделяться. Знаете, кровь влияет на характер людей. То же самое и ваша душа. Одну душу соединяю. Душа, которая отличается, она всегда разделяется. Как бы ты не приклеил, отделяется. Приклеил, отклеивается. Приклеил, отклеивается. Поэтому, если мы хотим жить верой в Иисуса Христа Господа. Не просто надо исполнить заповеди, хорошо сходить на собрание. А основательно, нашу душу надо изменить. И эту душу, которая есть у нас, надо выбросить. И надо душу Иисуса принять мою душу. Именно поэтому Бог действует, чтобы мы могли оставить нашу душу. Большинство людей не знает, поэтому держат свою душу внутри себя. Все люди считают, что их мысли правильные. Они думают, что они добрые. Они думают, что они неплохие люди. Если люди не задумываются, тогда все будут так думать. Но те люди, которые глубоко будут рассматривать свою душу, они удивляются. А почему у меня появляется такая злая душа, а не добрая? Почему же тима появляется в моей душе постоянно? Почему же мы появляться, обманывать желания? Почему когда у других не получается, почему я радуюсь? Или почему когда я смотрю на женщину, почему у меня появляется вожделение? Те люди, которые живут совсем не думая, они этого не замечают. Они просто живут. Но с чем они глубже думают о своей душе? Они люди удивляются. А у меня такая злая душа есть. У меня такая высокомерная душа есть. У меня такая лукавая душа есть. У меня есть душа, которая радуется, которая плохим, а плохим другим. У меня есть похотливая душа. И когда они открывают глаза и видят эти вещи, то вы обнаружили такую душу, которую вы даже не могли обнаружить, представить, потому что она очень тима в ней и грязь. Знаете, я с детства ходил в церковь. Я думал, что я немного добрый. Я старался жить доброй жизнью, чем другие. Но по милости Господа Бога, однажды я обнаружил свою душу. Я, который до сих пор узнал себя, и я увидел совсем другого. Знаете, каким я был? Да, я понял, что я не знал себя полностью. Я не знал, что во мне есть такое зло. У меня есть такое лукавство. У меня есть такая тьма. Хотя, как будто я забочусь о другим, но на самом деле хочу, чтобы им было плохо. Очень хитрым образом я делаю вред другим людям. Обманываю других людей. Такую злую душу я обнаружил внутри себя. Знаете, с детства я хотел в церковь, поэтому я думал, что я добрый человек. Однажды Бог показал, какой я, на самом деле, человек. А, я не какой, совсем добрый человек. Я не хороший человек. Я не честный человек. Я не чистый человек. И тогда я увидел себя. Тогда я был удивлен. Я понял, что моя самооценка, она очень смутная. Я думал, что я такой негодяя, а думал о себе, что я хороший. Я такой грязный человек, но я думал, что я неплохой человек. Я такой лукавый человек, но я думал, что у меня есть что-то хорошее. Тогда я понял, что моя самооценка очень-очень смутная. Тогда я понял, что моя линейка и весы, которыми я свешивал себя, они были неправильными. Тогда я начал думать. Если с этими неправильными линейками буду вести бизнес. Если с этими неправильными весами буду вести торговлю. Сначала люди будут ко мне приходить. Но если вы узнаете, что у меня неправильные веся, они больше никогда не будут приходить ко мне. У меня есть эти неправильные линейки. У меня есть неправильные весы. Потому что бы я ни делал, у меня будет только провал ждать. Я открыл глаза, которыми точно я смог обнаружить тебя. Я думаю, что Господь Бог одолжил мне свои глаза. Тогда какая у меня душа появилась? Моя самооценка, мое решение, все эти были неправильными вещами. Потому что то же самое, что моя линейка или весы неправильные. Если я буду жить с такой душой, с такими весами, тогда я точно потерплю крах. Это я точно понял. Если я буду следовать за своими мыслями, тогда я точно погибну. И с того момента я перестал следовать за своими мыслями. Раньше я думал, вот я такой умный, я так хорошо думаю. Наверное, другой даже не может подумать. Поэтому я должен сделать так, тогда у меня получится все. Я понял, насколько я был глупым человеком. Я понял, что в этом есть план дьявола. И с того момента я начал опустошать себя. Когда я точно понял, что если я буду следовать за своим, тогда я предвидел. Я уже больше не мог следовать за своим. С того момента я начал оставлять свое и читать Слово Бога. Я поставил свои мысли, которыми я жил, и Слово Господа Бога. Да, мои мысли, они очень грязные, скверные. Кстати, даже другим показывают. Но увидел, что Слово Господа Бога, оно совершенно, оно чистое. Тогда я сам не заметил, как я начал ставить Слово Господа Бога моей душе. И Господь Бог это делает у всех жителей этой планеты. И поэтому говорит, что каждый оставит себя и следует за Мною. Да, говорит, и представите Господа Бога, потому что и Он близок к вам. И написано, доставить нечестивых путь свой, и мы по мысли своих злодеев обратиться к Господу. Я следую за Господа. Да, со своими мыслями мне не получится. Смотрите, а когда я жил в городе, один брат хотел получить права на вождение автобуса. Он говорит, я все сдал, теперь надо сдать экзамен на дороге. Я думал, на следующий день он получит права. Но он не смог сдать экзамен. Ну и потом, ну один раз можно не провалить экзамен? Второй раз он снова провалил? Он пять, шестой экзамен провалил. И один брат мне сказал, Пастор, мне кажется, этот брат никогда в жизни не получит права на вождение автобуса. А, почему? Я спросил, почему? Пастор, когда машину нужно разворачивать? Если в небольшую дорогу езжать таким большим автобусом? Там очень сложно сделать поворот. И даже если очень, как бы он не старался, он все равно нарушит правила, он поедет не туда, куда надо. И есть способ, чтобы этот автобус мог проехать эту дорогу. И если он на этом не научится? Амур и университет. Тогда даже если он, как бы и хорошо не возил машину, он все равно будет попадать в это. А как нужно это сделать? И этот способ знает только учитель автошколы? И этому учитель нужно покупать и лапшу холодную. Покупать обед. Тогда учитель расскажет ему, как нужно поворачивать такой узкой дороги. И этот брат думает, вот я смогу сдать экзамен, но снова он нарушил дорогу. Ему кажется, вот в этот раз у меня точно получится, но снова нарушает правила. Понимаете, он несколько раз справлял экзамен, поэтому разочаровался. И брат ему сказал другой. Так у тебя никогда в жизни не получится. Обратись к учителю и попроси, чтобы он тебя научил. И на следующем экзамене он смог хорошо сдать. Почему? Потому что он научился этому способу. Смотрите, моя жизнь и жизнь Иисуса полностью отличается. Поэтому знаете, как люди поступают, когда верят в Иисуса? Они оставляют свою душу, как есть. И они хотят следовать за словом Иисуса. Но Бог сказал, что мои мысли не ваши мысли. Но когда я хочу следовать за Иисусом, уповая на мои мысли, получается, что трудно и то и другое. Я оставляю свои мысли и принимаю слово Иисуса. Или же я оставляю свои мысли и выбираю свои мысли Иисуса. Из двух надо выбрать одно. Но оставлять мои мысли и оставлять слово Иисуса невозможно. Поэтому если мы хотим вести точно духовную жизнь, это как супружеская жизнь. Чтобы хорошо вести супружескую жизнь. Для того, чтобы соединиться с мужем, жена должна оставить свои мысли. Однажды одна женщина пришла к нам в церковь. Когда получила спасение, она мне сказала, Я два года назад развелась с мужем. Я спросил меня, почему вы развелись? В характере мы просто не сошлись. Неужели из-за характера вы разводитесь? Пастор, вы поживите с этим человеком. Он делает, чтобы люди с ума сходили. Зачем я с ним жить? У меня есть своя жена. И однажды я позвал ее бывшего мужа. И они пока общались, они снова воссоединились. И когда они воссоединились, ее муж однажды пришел ко мне и сказал, Пастор, вы знаете, почему мы развелись? Знаю. Знаете, почему? Я сказал, да, я знаю. Почему? Вы из-за характера. Но муж сказал, нет, пастор. Это почему вы развелись? Знаете, пастор, я очень хороший. Поэтому я думал, что и без этой женщины я смогу хорошо жить. Поэтому мне было совсем не страшно разводиться с ней. Я думал, что без нее я смогу хорошо жить. Но знаете, что интересно? Что моя жена, она в пять раз лучше, чем я. Она тоже самое так же думала. Поэтому мы не могли не развестись. Мы все такие молодцы, поэтому когда мы развелись, появились вопросы детей, проблема семьи. Многие-многие проблемы появились. И моя жена потом сильно страдала, пришла в церковь и получила прощение грехов. И потом вы хотели со мной встретиться, поэтому встретились. Это мужчина действительно был очень умный и очень хороший. Эти супруги, они очень умные. Поэтому говорят, что они не могли не развестись. Знаете, раньше, когда рождались дети, взрослые не воспитывали девочек, чтобы они были образованными. Потому что они увидели, что чем девочка умнее, тем она больше разводится. И поэтому родители делали, чтобы дети были не образованными, для того, чтобы они жили все равно в гармонии в семье. Это мир, наверное, только корейцы имеют. Может быть, в других местах тоже есть. Но попроще говоря. Когда мы хотим соединиться в семье. Да, жене надо выбрать, я буду жить душой мужа или буду жить со своей душой. А для того, чтобы жить душой мужа. Мне надо оставить свою душу. Тогда я могу быстро соединиться с мужем. Но пока я не оставляю свою душу, очень трудно жить душой мужа. Да, я, наверное, каждый человек, когда принимает мое слово, по-другому не принимаю. Но сейчас мы говорим через Библию. О том, что мы не должны оставлять наши мысли и следовать за Иисусом. Мы должны оставить наши мысли и принять Иисуса. Тогда мы будем единой душой с Иисусом. Тогда образуется самая прекрасная семья. И сможем жить благословенной, прекрасной жизнью. Спасибо. Спасибо. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова